Глобализация 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 это не только глобальные рынки. Глобализация это и глобальная политика. То, что сегодня мы едим в одной стране или в целом регионе парится на изысканных мировых кухнях. И если я для вас не открыл Америку, читаем, смотрим дальше. Обычно перед началом игры происходит расстановка фигур на игровом поле. Для этого важно иметь разнообразные фигуры, разные по цвету и всевозможные по функционалу. Чем разнообразнее парк фигур, тем шире возможности для игровых ситуаций, часть из которых будет иметь значение для исхода игры, а часть для отвода любопытных глаз. И самое главное результат, то есть кто победит и что получит. Зачем это нам? Каждый из нас постоянно принимает какие-то решения. Кто-то постоянно выигрывает, а кто-то может вляпаться в какую-нибудь халепу. Для принятия правильных решений нужно хорошо видеть расстановку фигур на доске и понимать их движение. Только и всего. Мы можем не знать всех замыслов игры. Мы можем не догадываться о ее конечных бенефициарах. Но! Расстановка фигур на игровой доске и движение этих фигур – вещи объективные. Их невозможно не видеть. А забыть можно только при особом собственном желании. Теперь о сути. 30 сентября 2024 года на телеканале «Евроньюз» вышел документальный фильм про Молдову. Там рассказывали про вышивку и референдум. Но в новостях был показан только фрагмент фильма о Приднестровье. Напомню, на 20 октября 2024 года в Молдове запланирован референдум о вступлении в Евросоюз. А в Приднестровье до сих пор находятся российские войска. А на севере Приднестровья, прямо на границе с Украиной, до сих пор находится крупнейший склад вооружений бывшего Советского Союза. Я сейчас не задаю вопросов типа «Чем Приднестровский склад вооружений России лучше склада в Тверской или Волгоградской губернии?» Я задаю вопрос о том, чего нам ждать от этой фигуры на мировой шахматной доске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...